16 января в зале городской администрации состоялось торжественное вручение памятной медали 85 лет гражданской обороне начальнику управления ГОЧС и ПБ Мавлид Паши Алиеву, присвоенной приказом Министерства Республики Дагестан по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за успехи в деле совершенствования системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ситуации природного техногенного характера в 2017 году. Вот этот медал, который получил я в этом году, это фермерия в Дагестане, пройдет из руководителя. Такого награда на сегодняшний день у нас в среде городов районных. Также стоит отметить, что в 2017 году в республике был объявлен конкурс среди муниципальных управлений гражданской обороны в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. По итогам которого муниципальное образование город Хасаверт был признан лучшим. Напомним, что по инициативе руководства города и управления гражданской обороны в городе на постоянной основе в течение прошлого года проводились командно-штабные учения с участием всех служб экстренного реагирования, по замыслу которых были предусмотрены проведения показательных тренировок в различных чрезвычайных ситуациях. За всем процессом командно-штабные учения с участием всех людей, наблюдал глава города Зайнудин Акмазов, который дал положительную оценку действиям служб экстренного реагирования, поблагодарил руководителей за участие в учениях и отметил, что подобные масштабные учения позволяют получить хороший опыт. Поисково-спасательная служба по городу Хасаверт выполняет самые различные виды спасательных работ. Это спасение людей и имущества при ЧАЭС, пожарах, застрявших в снежных заносах, вызволении жильцов и заблокированных квартир. Учения проходили на базе школы-интернат номер 9. В программу тренировок входила эвакуация учащихся из школы на безопасное расстояние, эвакуация пострадавших из здания через оконные проемы с применением всех видов спасения, с использованием спецлестниц горнолыжного оборудования, для которой нужна специальная альпинистская подготовка. Сейчас спасатели будут показывать, как спасать их путем использования горно-спасательного оборудования. Спасатели города, которые имеют большой опыт, подсмотрение людей в этих ситуациях с путем использования горно-спасательного оборудования. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, снаряжение. Вот, сейчас демонстрируем спасение первого подсердавшего из здания третьего этажа. Его принимают спасатели и его доставляют в пункт медицинской помощи. На месте обнаружения пострадавшего ему же оказывается первая необходимая помощь, а уже дальнейшие действия по доставке его в медицинский пункт. По замыслу показательных тренировок, для оказания неотложной медицинской помощи был развернут временный медицинский пункт для приема пострадавших. В свою очередь, пожарный расчет в установленное время четко и слаженно производит боевое развертывание, проводит разведку и приступает к тушению пожара. По мнению руководства управления гражданской обороны, именно слаженная работа всех заинтересованных служб позволила управлению гражданской обороны стать лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов Республики Дагестан. Царема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».